Ну что ж, друзья мои, сегодня мы снова с вами идем в магазин КОЗ. Все, я надеюсь, что сегодня мы будем примерять черное. Хватит уже примерять всякое цветное разноцветное, тем более, что вот. Кстати, вот это серое платье на манекене, которое я примеряла, и что-то джинсовое. Не знаю, я надеюсь, что я найду что-то черное. Я не знаю, если будет много чего-то нового, чтобы я могла вам показать. Во всяком случае, я не вижу особо ничего такого нового, но я надеюсь, что я найду. Вот, кстати, интересный костюм, такой двойной. Ну, кстати, темно-синий. Видите, вот такая юбка двойная, и внизу она подъюбник такой бежевый, который немножко торчит из-под юбки. И точно так же такая двойная майка. Получается очень интересный. Видите, как оно сделано? Какой-то очень интересный фасон. Ну, я хотела черное, но можно считать, что это черное. Вон там платья какие-то черные новые, я вижу. И оранжевое. Нет, нет, сегодня только черное. А вот оно, кстати, висит на манекене, надето. С большим валаном. Наверное, будет мне до пола, до пола у меня будет волочиться. Вот это интересный фасон. Вот с такой вот сбоку сборкой, которая может скрыть всякие недостатки фигуры. Вот юбка красивая. Помните, я в Заре примеряла? Тоже такое на резинке, клешную такую юбочку. Вот это платье. В общем, много черного. Много разного всякого. Что это такое? Это какая-то такая туника, типа. Интересная. Вот это сжатое я видела в прошлый раз. Может быть, стоит примерить. По-моему, брюки. Интересный фасон. Так. Здравствуйте. Вон я там отразилась. Вы знаете что, девочки? Я, наверное, пойду. Не буду делать обзор. А сразу пойду искать то, что примерится. Потому что так особо нового ничего нету интересного. Но все, что я думаю, новое и интересное, это мы видели. Эти украшения я принесу с собой в примерочную. Попробую сделать сегодня все-таки total black еще раз. А вон тот костюмчик мы примеряли с вами. Видите? Вот он на манекене надет. Отлично. Все, пошла. Красивое платье. Но если мы найдем черное, такое. Так. Пошла я искать тебе, что я беру в примерочную. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня в примерочный вкус. Как и обещала, сегодня total black у нас будет. Я особенно не снимала в зале. Потому что, честно говоря, много чего там мы уже видели. И вот то, что я принесла, в основном вот эти вещи, они как бы и есть новые. И как раз они черные. И мы будем с вами сегодня примерять. Парочку юбок у нас есть. Там топы, брюки. Какая интересная юбка. Прямо сейчас сразу вам покажу. Плессированная. Она такая тоже вся разной длины. Ох, как я люблю всякое такое. У меня к ней... Ну вот я попробую с этим топом ее примерять. Вот с этим. Может быть, будет хорошо. Так. Хотела еще принести такую черную курточку коротенькую. Но нет, было моего размера. Смол и экстраларч. Смол мне будет маловато. Экстраларч просто огромный. Так, все. На мне сегодня юбка старая. Очень из нашего магазина Банана Репаблик. Влезла в нее. Долго не влезала. Несколько лет. Ковточка какая-то. Не помню откуда. Пиджак из Зары. Пинжак с карманами. Пинжак с золотыми пуговицами. Клубный. Как говорила Лея Хиджакова. В своем фильме «Служебный роман». Вернее, Алиса Фрэнли. Клубный. Это что в нем? В клуб и туда тоже можно. Вот у меня такой пиджак. И в клуб, и туда тоже. Все, давайте примерять. Платье-конфетка. Ну, в смысле, что оно очень-очень красиво сидит. У меня 12 размер. Сверху по фигуре и внизу большой красивый валан. Пришит по ощущениям оно льняное. Очень длинное. Ну, мне всегда в кос длинное платье. Вот удивительное дело. Брюки мне нормально по длине. А платье мне всегда длинное. Невероятно худит. Красивый круглый вырез. Просто невероятно худит. Потому что черное, длинное. Прямой такой силуэт как бы притален немножко. Но при этом вот это вот внизу, вот эта юбка широкая, она как бы увеличивает низ. И, кстати, ну это не совсем то. Может быть, это не совсем то, потому что мне не хватает для него роста. Значит, последний сезон страшный виск – это заниженная талия. То есть вот талия и юбка вот такая пышная начинается где-то вот отсюда. Возможно, если бы я была метр восемь с ростом, то эта юбка была бы у меня вот здесь. Правильно? Но для меня это просто широкий валан. Боже мой, как мне нравится. Просто невероятно. Красивое украшение. Мне кажется, это лен или хлопок. Или... Да, лен или хлопок, что я говорю. Я запуталась во всех языках. Вот здесь вот эта штука мне мешает немножко. Конечно, очень красивое платье. Черное, строгое, классическое. Ничего у меня нету, но за счет красивого выреза и красивого... Красиво сделанного по фигуре силуэта оно выглядит очень-очень красиво. Прямо. И очень утоньшает меня и всех. Я думаю, что раз оно меня утоньшило, так, наверное, оно все утоньшит. Так, давайте я сниму состав, потому что очень много всего я обязательно запутаюсь. Значит, платье состоит из двух частей – топ и ботом. Я вам сейчас покажу, в чем разница. Оно состоит из валан другой ткани. Значит, верхняя часть – 55 лен, 42 вискоза и 3 ластан. И нижняя часть – 100% ранний. Подкладка – 83 леоцел и 17 плеста. Смотрите, стоит оно... Давайте посмотрим. Так, интересно, интересно. Стоит оно 220 долларов. Это был 12-й размер. Вот его номера, ловите, если вы хотите его заказывать. Вот, видите, верхняя часть. Причем, посмотрите, как хорошо обработана горловина и рукав. Здесь сделаны выточки, поэтому оно очень красиво лежит. А нижняя часть, вы видите, она сделана из рамы. Это другая ткань. Она немножко с блеском. Она прозрачная. И под ней есть подкладка. Подкладка только под нижней юбкой. Под нижней вот этой вот частью, то есть под валаном. Очень интересно, что сверху оно такое, видите, хлопково-льняное, матовое. А низ юбки немножко такой блестящий и прозрачный. Очень интересная находка. Оно только не ярко бросающееся в глаза. Но, в принципе, видно, что немножко отличается. В общем, сзади оно обычное. Просто замок-молния до такого довольно низкого. И, в общем, сделано, конечно, хорошо, как все в кос. Вот такое вот платье первое. Элегантнейший черный костюм. Широкие брюки из сжатой ткани. И топ такой же. Значит, топ десятого размера брюки тоже. Топ максимальный был. Он маленький, узковатый. Я бы взяла двенадцатый, но не было. А брюки десятые. И, видите, они очень широкие и очень длинные. Но даже как бы не смертельно. У меня не очень большой каблук. Такая небольшая танкетка. И я не могу сказать, что они уж прям так сильно длинные. Ну да, длинные пополу волочится. Но такие брюки и должны быть так сделаны. Я сейчас топ выпущу наверх. Очень красивый такой силуэт. Брюки на резинке. Удобные, широкие, большие. Вот такие вот. Еще тут веревочка такая, чтобы... Чтобы было удобнее. И вот такой вот топ из рукава. Черный летом очень мне нравится в последнее время. У меня мало черных вещей. О чем я очень сожалею. У меня все такое цветное, яркое. Как-то я не любила раньше черный. В последнее время я его очень полюбила. Пришло, наверное, мое время. Посмотрите, какой красивый костюм. Он очень, знаете ли, элегантно выглядит. За счет, не знаю чего, за счет широких брюк. За счет вот этой вот ткани сжатой. Красивый. Ай-яй-яй. Так. Смотрим. Красуемся. Красиво. Вот, кстати, я выпустила топ. Уже было, хотела снимать. Потом вспомнила, что хотела его наружу. Он маловато мне. Мне нужен был бы, конечно, 12 размер, но не было. Он довольно такой узенький. Но, в принципе, вот тоже с этими брюками выглядит прикольно. Потому что брюки такие, как широкие. Широкая юбка брюки. Сверху их чем-то сузит. Немножко с зауженным таким. В принципе, неплохо. Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы топик был пошире. Так. С этим же топом я примерила вот такую шикарную пассированную юбку. Кстати, 8 размер. Не было большего. Я бы взяла 10. Но он мне чуть... Она мне чуть-чуть маловато. Но за счет того, что здесь сверху пляшет резинка, я, в принципе, нормально в нее влезла. Очень интересная юбка. Посмотрите. У нее здесь есть такой вот как запах. Зашит. И вниз она уходит. И это здесь. Эта сторона, она длиннее. А здесь она короче. Обожаю асимметрию. Обожаю как бы всякие такие нестандартные вещи. Особенно в кос. Они прекрасно делают асимметричные вещи. Это не первый раз. И все, что я примеряла в кос в асимметричные вещи, с сложным таким кроем, это прямо вот мое-мое. Видите, как здесь какой-то такой запах. Здесь замок. Да? Здесь оно как-то зашито. И сверху пришит вот этот вот пояс, резинка. Красивая юбка. С этим топом. Потом у меня еще один топ. Я сейчас примерю с другим. Покажу вам. Красиво лежит. Лиссированная. Она плотная. Она не совсем летняя. Мне кажется, это шерсть, если честно. Потому что мне кажется, что для лета в ней жарковато. А вот весна, осень и зима в самый раз. Костюм этот. Давайте покажу вам сейчас его пока. А юбку потом попозже. Значит, 135 долларов стоит топ. Десятый размер. Но он довольно маленький. Полиэстер стопроцентный. Вот его номер. Это топ. 135. Такой вот сжатый, мятый. И брюки. Брюки 170. Тоже десятый размер. Причем брюки вот большие, прям широкие. Реально. А топ такой узенький. Значит, тоже десятый. Вот его номер. 170 долларов. Тот же полиэстер. Пояс, резинка. И здесь вот такие вот внутри симпатичные веревочки, которые можно затянуть. И будет у вас оно как бы по размеру. Если вам немножко велико, то в принципе нормально будет. Нужно потянуть. Поэтому, может быть, они сделаны за счет этого такие пошире. Карманчики есть. В общем, все, что нужно. Так, смотрите. Это очень интересный топ. У него очень интересный крой. Он опять же такой узенький внизу. Широкая такая летучая мышь сверху. И вот здесь у него какие-то вот... Вот из летучей мыши он плавно переходит в узкий низ. Я даже не знаю, как его правильно носить. Я его поменила с этой юбкой. У меня есть еще одна юбка. Я примерю с ней тоже. Мне кажется, что с этой юбкой его лучше заправить внутрь. Я просто вам показываю, чтобы вы видели, как он выглядит. Вот если его полностью оттянуть, то он будет довольно длинный. И с этой юбкой не очень хорошо. Давайте я его заправлю сейчас. Потом я его покажу. Так, внутрь лучше. Видите, он такой интересный. Очень сверху широкий, а к низу узкий. Вот такая летучая мышь рука, спущенный. Ну, вот. Такой черный-черный. Такая юбка с таким топиком. Они разного качества. Топ такой трикотажный, а юбка, по-моему, шерстяна. Сейчас сниму вам, посмотрю. Смотрите, мне пора на пенсию. Я ошиблась. 100% полиэстер юбка. По моим ощущениям, я думала, что это шерсть. Поэтому она не такая дорогая. Если бы она стоила... Если бы она была шерстяна, она бы стоила не 150, а все 220. Это даже шестой размер американский. 36-й европейский по бывшим советским размерам. Это 46. В принципе, я ношу 50-й. Но она, видите, за счет того, что... То есть 50-й советский, 10-й американский. За счет того, что здесь вот сверху резинка, и она вот здесь вот расклешенная, я в нее влезла. Если бы она была узенькая, я бы, конечно, в нее не влезла. Самый большой был. Я даже думала, что это восьмерка, а это даже шестерка. Это был самый большой размер в магазине. Я думаю, что их подраскупили, потому что юбка симпатичная, интересная, не очень дорогая. И сейчас как раз на нее сезон. Вот сам весна. То есть ждать до распродажи. Хотя, в принципе, как раз на осень будет хорошо. Но до распродажи она не довисит. Даже сейчас уже размеров нет в магазине. Видите, шестерка самая большая. Красивая юбка, но полиэстер, слушайте, не знаю, что-то мне казалось, что это шерсть. Реально, что-то я ошиблась сильно. Вот эта юбка восьмого размера, но при этом мне кажется, что она меньше, чем вот эта. Хотя она тоже широкая, и у нее тоже сзади резинка на поясе. Но она, как бы сказать, мне немножко чувствуется, что жмет. Вот я очень люблю вот такие юбки. Я примеряла красную в заре, похожую. И вот эта вот широкая клешная юбка с таким топом. В принципе, это может быть любая футболка, но этот топ немножко такой более интересный, чем просто футболка. Он такой плотный трикотаж, и он, видите, такой с широкими вот этими проймами летучая мышь. И получается, юбка, когда узкая в талии, она получается как будто бы талия тонкая. Потому что вот это вот все широкое. Мне кажется, что на меня грушу вот это нужный фасон. Единственное, что мне надо было бы вот сюда бы плечико вставить. Но под летучую мышь как-то плечи не вставляют. Обычно плечи вставляют под отрезной рукав. Хотя бывает. Вот сюда бы плечо, и у меня вообще бы талия была бы еще тоньше. Но мне кажется, что тоже вот это вот, он как бы немножко такой покатый, спущенный. Но при этом за счет вот ширины вот этого вот всего верхней части, то талия выглядит тоньше, чем она есть на самом деле. Очень красивая юбка. Обожаю такие юбки широкие. Широкие, с карманами. Просто он очень люблю. Хорошая длина. Приятная ткань. Я уже не буду говорить, похоже на хлопок. Но я так облажалась с предыдущей, думая, что это шерсть, что я уже про это промолчу. Состав 69 вискоза. Остальное полиэстер и ластан. У нее есть, да, стоит 120 долларов. Был размер медиум. Вот номер его. Значит, шов спереди. Видите? Широкая такая пройма. И вот здесь вот как-то он так сделан. Туп, я имею в виду. Кофточка. Что внизу оно заужено. Притом, значит, оно не отрезное. Это просто вот такой вот интересный кроль. От широкого верха вниз оно сужается. Но дело в том, что мне M вот здесь чуть-чуть маловато. Но здесь, если бы я взяла large, он очень большой. Вот здесь вот сверху в плечах и в рукавах, под мышками. Он очень широкий. Это топ. Я для него замок, но я влезла не расстегиваю. Потому что горловин довольно широкая. И вот здесь вот внизу такая вот ласточка. Видите, такая приятная мелкая деталь. И вот так вот интересно он вот сделан. Чтобы, смотрите, как он, когда он висит, он как-то вот таким вот... Очень интересный крой, конечно. Вкус, конечно, у него края, то что-то с чем-то. То есть вот видите, как он выглядит. Так, юка все-таки из хлопка. Я не ошибла, стопроцентный хлопок. 150 долларов, 8-й я примеряла размер. Опять же, это 48-й бывший советский и 38-й европейский. В общем, это очень легко ориентироваться. То есть вот двойка, это 42-й, 4-й, 44-й, 6-46, 8-38, 10-й это 50 и так далее. 12-й это 52-й и так далее. Вот его номер. И, значит, да, вы видели, да? Значит, здесь карманы сделаны и вот здесь вот отстрочены. Карман, вот здесь вот строчка идет. Вот тут. И внизу тоже как будто бы отстрочен вис. Такой широкий, широкий. Широкая подложка и строчка идет тоже очень интересно. А сзади резинка. Обычная резинка на юбке. Карманчики в швах. В общем, все как мы любим. Еще одно шикарное платье. Прям очень мне нравится. Оно из такого плотного-плотного трикотажа. Это размер large. И оно мне немножко великоват. Оно medium. Я думаю, что мне было бы мало все-таки еще. Видите, как чуть-чуть вот тут. Может быть, оно должно вот такое. Очень красивая тоже внизу асимметрия. Видите, какая юбка. Так. Оп. Вот она длиннее в одном клине. Она такая из клинеев. И здесь то же самое. Сзади она длиннее. И спереди. Короче, в общем, все вот это вот. При этом оно плотное. Очень тяжелый трикотаж. Давайте я уберу свой цавадский. Цавадский. Большой. Очень большой вырез. Прям такой декольте. И вот оно, в принципе, зимнее. Но вот открытая рука. То есть его как сарафан можно использовать. Что-то надевать под низ. Какую-то там блузку. Или свитер такой не очень толстый. Тоненький такой. Типа гольф, может быть. Или что-то вот. Не знаю. Ну, наверное, что-то можно. Или что-то сверху. Но если вы надеваете сверху, то вся вот эта красота, она пропадает. Я не знаю, вы видите красоту? Потому что черные вещи очень трудно показывать. Они очень плохо видны. Вот. Посмотрите. Видите, какая здесь сборка. Раз. И два. Это прямо очень красиво. Прямо мне очень нравится. И все. Вот эта вот юбка разнокалиберная. И за счет того, что юбка клешная такая, она не облегает живот. Ну и размер, конечно. Я не знаю. Мидиум, если бы я взяла, вот представьте, он был бы вот так. И обтянул бы мне живот. И было бы некрасиво. Хотя ткань плотная. Но все равно было бы некрасиво. Так что я думаю, что ларш в самый раз. Просто медиум был бы вырез поменьше. Вот здесь было бы все поменьше. Но внизу очень красиво. Сделано. В общем, красивое платье. Короче, мне оно очень нравится. Очень элегантное. При этом такое не вычурное. Но при этом интересное. Очень интересные детали. Вот эти вот в боках. Я очень такое люблю. Вот за это я люблю косы. За их вот такие вот фокусы разные. Так, снимаю сложный состав. Значит, 70% хлопок. 18% из козы. 9% пелиамиды. 3% эластан. И платье стоит 150 долларов. Ларш размер я примеряла. Вот его номер. И сделано в Турции. Ну, в общем, красивое платье. Очень тяжелый трикотаж. Такое прям толстое, тяжелое. На летнее оно никак не тянет. Ну, никак совсем. Ну, что, девочки. Такие были примерки сегодня. На самом деле, коротенькие. Как-то мало у меня получилось вещей. Ну, не знаю. Что-то... А может, они коротенькие, я не знаю. Мне кажется, что коротенькие. А начну смонтировать. И кажется, что очень длинненькие даже. Так. Вот я сегодня совсем не в черном. Совсем не в черном. А примеряла черное. Потому что у меня черные ботинки. Когда я уже из них вылезу. И влезу в свои туфли, босонушки. Но у нас, знаете, вроде бы тепло. Вы видите, я уже без пальто. В жакете в одном. Но не жарко. Так, вполне можно еще ходить в ботиночках таких легких. А на туфли... Туфли можно. Босонушки еще рановато. Все, дорогие мои. Всем привет из Канады. Из магазина... Кос. Как я забываю. Всех люблю. Целую. Всем привет от Диты. Всем пока. Бай-бай.